Добрый день, уважаемые читатели. У нас сегодня в гостях боксер, знаменитый украинский боксер, чемпион по версии WBO International, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира посреди любителей. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Очень рада вас видеть вверх впервые. Спасибо. Всем привет. Надеюсь, что вы встретите нам чаще в гости. Может быть, по возможности. Вопросов очень много. Я начну с вопросов, которые были заданы по интернету. Первый вопрос у коллеги Викторовича. Василий, я там не поклонник этого чудесного вида спорта, но давно не видел ярких болев. Вашего поединка ждал с нетерпением и был просто в восторге от ваших техники. Спасибо за такой красивый мастерский поединок. Удивлен, что соперник не упал от таких мощных ударов. Крепкий парень. Василий, а не планируете ли вы в будущем или может быть продано хотя бы один видео урок для поклонников? Записи. Видео урок? Да. Честно, даже не думал об этом. Не знаю. Может быть, потом, когда чуть больше времени встанет. Думаю, может быть, что-то и сделано похожее. Пока, честно, даже не думал. Хорошая идея, наверное. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Андрея Евгенька. Так. Я желаю вам огромных побед. Очень рад за вас. Не слушаю никого, кроме родных и близких людей. Кто бы что ни говорил в твой адрес, я буду очень рад, если ведущий озвучит это тебе. Ведущий озвучил. Ведущий озвучил. Спасибо. Так. Следующий вопрос от Анатолия Петровича. Недавно с возмущением узнал, что вам не хотят выделять участок честно заработанный вами на Олимпиаде. Скажите, какова ситуация сейчас? Будете ли идти до конца? И что вам говорили? И как будете действовать? Ну, начнем с того, что это не так, как вопрос написан. Честно заработанный участок. Я за него как бы не боксировал, я за него не воевал. Просто после окончания решили подарить участок. То есть это, наверное, просто подарок после этого. Я даже не знал, что после Олимпийских игр я буду получать участок. Я этого не знал. Поэтому когда сказали, что дадут участок, я очень сильно обрадовался. Хотел сразу же построить дом. Ну и когда дело коснулось оформления бумаг, то там уже все уперлось в какие-то подводные течения. И я так и не смог получить бумаги для того, чтобы начать строительство на земле. И пока дело за группу, да? Ну, сейчас я выиграл уже два суда. И сейчас подали апелляцию. Сейчас будет апелляция 23 или 27 ноября. То есть еще один суд будет. Не знаю. Ну, поживем, увидим. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Виталии из города Хмельницкий. Привет, Василий. Имеется вторая просьба к тебе. Первая. Отрабатываешь ли ты реакцию игрой в пинг-понг в плане тренировочного процесса? Нет, я в теннис настольно не играю. У нас в зале даже и стола теннисного нет. Так, в принципе, играть умею и понимаю, как. Но в системе нет такой, чтобы я ходил и играл в теннис. Так, Ихта, у нас вопрос. То, что отец всегда рядом или вы с ним очень честно ладите, все очень хорошо знают. А вот какую линту относительно твоего развития, как личность, на таки профессионально вас играла мать? Мать? Я не знаю, но мать это самое первое слово, которое произносит ребенок, когда появляется на свет. Поэтому, ну, мама для меня, не знаю, это самое дорогое, что... Минуточку, у нас звоночек. Слушаем вас. Потом продолжим. Добрый. Преспокоим вас. Он тут в области, в России, в городе Молодька. Вас очень плохо слышно, если честно. Я не до конца слышу, что вы говорите. Немножко громче говорите. Да, да. Василий, я с вами, в Курске. Очень приятно с ним, у всех, как бы, да. А скажите, может, кто вам, чего? Кто-то что-то слышит. Кто-то, что-то слышит. А в Курске, я не могу сказать, если, в Курске, я не знаю, что, в Курске, я не знаю, что-то, что-то, что-то происходит. Извините, к сожалению, вообще, ну, ничего Ничего не слышно, что я просто не разбираю текст, который вы задаете вопрос, непонятно. А мы вас просим перезвонить или же просто задайте вопрос на сайте, через форму, на страничке нашей онлайн-конференции. Спасибо большое. Следующий вопрос от Тараса. Давайте, наверное, мы не закончили про маму. Да, ну, мама это как бы самое родное, что есть на земле, поэтому, ну, как, как, я думаю, любой человек будет теплый и лестно отзываться от своей матери, я не исключение. У мамы есть мама, поэтому, я не знаю даже, как ответить правильно на этот вопрос. Ну, как, конечно, она много всего приложила, в первую очередь она, наверное, все мое детство она со мной провела, пока я начал ходить, пока я начал бегать и говорить. Была со мной рядом мама постоянно, поэтому, мам, я тебя люблю. Спасибо, хороший ответ. Следующий вопрос от Тараса. Недавно с ним появилось интервью вашего бывшего партнера по сборной Тараса Шелестюка, где он достаточно милицеприятно отзывается о вас, назвал вас заносчивым. Привел даже пример случая из зала Файлткар, где вы якобы не поздоровались с тренером-прейдер-рочем и так далее. Что вы думаете по всему? Знаете, я слышал, я все это видел, я видел разные высказывания по этому поводу, очень было интересно за всем этим наблюдать, очень было интересно смотреть, как люди высказывают свое мнение по этому поводу, не зная, как оно было на самом деле и не зная, как все происходило. То есть получилось так, что где-то кто-то сказал, высказался, ну и все сразу подхватили это и начали обсасывать. На самом деле, что бы я сейчас не сказал, снова сейчас начнется какая-то дискуссия по этому поводу. Поэтому я скажу одно, что оправдываться я не собираюсь, я не собираюсь говорить, что вот Тарас, ты такой плохой, зачем ты так сделал, так некрасиво поступил. Но скажу вам одно, что в зале Фредди Роуча, в то время, когда я был первый раз в зале Фредди Роуча, я зашел, поздоровался с ним, попрощался с ним, даже я выучил одну там фразу на тот момент, nice to meet you. Все, я сказал, nice to meet you, и там, bye, все, попрощались мы и я ушел. С чего после этого появилось такое видео с высказыванием Тараса, я честно говоря не знаю. Вопрос уже к Тарасу везет. Ну, видимо, да. Спасибо большое за ответственный вопрос от Рафа. Вася, привет из России, болеем за тебя, удачи. Как думаешь, твой самый принципиальный соперник в любителях Синима мог бы достичь успеха на профи ринге? И как оценить перспективы Усика и Жени Хитрова? Так, по поводу Альберта. Мое мнение такое, что это один из самых сильных боксеров, с которыми я встречался на ринге. Он очень талантливый, очень техничный, умный боксер. Я не знаю, что еще сказать, но человек, мне кажется, ему чуть-чуть, наверное, не везло с отбором на вторые Олимпийские игры. Там, он выигранный бой, его дисквалифицировали. Ну, и дальше уже так случилось, что он не попал на Олимпийские игры. Вот есть как-то не фартит, наверное, есть такое в спорте, как фарт, но не фартит ему немного. Ну, надеюсь, что... Сейчас он говорил после боя с ВСБ, когда мы с ним проводили в Азербайджане, он сказал, что собирается в Рио-2016. Ну, надеюсь, что он туда отберется и покажет то, что он задумал. Так, как оценить перспективы Усика и Жени Хитрова? Почему? Опять же, сложно. Я такой человек, что я не люблю прогнозировать, я не люблю забегать вперед, я больше люблю так жить реальностью, поэтому, не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы эти ребята, там, была большая замена нашим братьям Кличко. И после того, как уйдут братья Кличко, там, была эра Усика, там, Хитрова и тому подобное, тем, ребятам, чтобы когда спрашивали, что Украина, где это, что это, то сразу вспоминали. Вот сейчас ассоциация страны нашей, это со спортсменами, то есть все знают в стране, ты куда не приедешь, а ты откуда? Ну, ты говоришь, я с Украины. О, да, Кличко, Сергей, Бубко, то есть сразу называют вот таких личностей. Хотелось бы, чтобы после Кличко и Бубки, ну, там, через лет, так, 5-10 говорили, там, О, Усик, Хитрова и тому подобное, да, ну, что-то такое. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от Виктора. Василий, вы ни разу интервью говорили, что букс для вас работа, поэтому мотивацию вам особенно искать не приходится. Если бы вам дали достаточное для комфортного проживания, как для вас, так и для вашей семьи, денег, вы бы дальше боксировали или занялись другими интересными для вас вещами в жизни? Хоккей, времяпровождение с родными, друзьями и так далее. Я не знаю, сложно ответить на этот вопрос, потому что, на самом деле, я считаю так, что для того, чтобы почувствовать, что происходит с тобой и как ты себя будешь вести, нужно одеть, наверное, эту шубу и пройтись с ней. Тогда ты поймешь, теплая она или нет. А так, просто с таким вопросом, вот, дали бы тебе деньги, чем бы ты занимался бы, ну, я не знаю. А какие у вас хобби? Хобби? Да, вот как вы с вами говорили. День, автоспорт, хоккей, рыбалка, охота, ну, очень много развлечений. Так, вопрос следующий, кстати, касательно хобби от читателя подника Мотрич. Отличемся немножко от бокса, пишет наш читатель. Василий, до какой максимальной скорости вам удавалось разогнать свой американский Мэтс на одном из многочисленных американских хайвеев? На самом деле, там очень жесткие правила и очень жестко наказывают сразу за нарушение правил. Поэтому я что-то попытался там выжать, ну, и сразу же у меня песек полицейский. То есть сразу же я ехал утром с тренировки, мы стояли в пробке очень долго, и так появился хороший кусочек дороги, такой отрезок пустой, где можно было надавить. Но как только я это сделал, сразу же увидел сзади мигалки и мотоцикл. Я остановился, он подошел, представился, оказалось, что это полицейский Макалистер из Лос-Анджелеса. Ну, попросил права, документы, пошел написанный штраф. Вот так вот и закончилось. Да, так вот и закончилось, да, проверка Мерседеса. Я думаю, что нужно будет это сделать на специализированном треке каком-то. И вы нам обязательно расскажете, как вам удавалось, и какая максимальная скорость. Спасибо большое, Василий. Вопрос следующий от Антона. Здравствуйте. Хотел бы выразить вам огромное спасибо за ваш талант и отдельное спасибо за такой яркий и быстрый старт в профи-боксе. Вопрос у нас такой. Была ли для вас в дебютном профи бою какая-нибудь неожиданность или дискомфорт? Алло. Прошу прощения, у нас вопросик, звоночек, говорите. Алло. Да, да, говорите. Здравствуйте. 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 Василий, Василий. Слышно? Да, да, слышно, говорите. Отлично. Василий, хочу поздравить с победами. Спасибо. Из Московской опыте, я очень никому беспокоил, болеют тебя за твои победы. Спасибо. Очень приятно, что в Америке в порядке неождают. Ну да. Такой вопрос спортивного характера, который у нас до турнира. Василий прекращает все российские упражнения, как обычные, как в Египе России, или просто уменьшаешь объем. Смотрите, физическую нагрузку я прекращаю делать где-то за, наверное, 3 недели, даже, наверное, за месяц. Но это что касается, наверное, там, железа, все, что касается железа, это за полтора, за месяц я прекращаю делать это. А что касается турники и брусья, я думаю, что, наверное, за 3 недели, за 2 недели я уже заканчиваю все это. Ну, я тонус сдаю, в любом случае, там, с утра я залажу, там, на брусья, там, делаю, там, чисто символически прокачку, там, 10 раз, там, 15 и не более. Ну, вот так вот. А вот, при подготовке, много плаваешь в неделю? В неделю? Дело в том, что, ну, это не основное, наверное, упражнение, которое я делаю. Дело в том, что нет у нас бассейна в городе, где я живу, и мне приходится плавать только летом, когда теплая вода. Поэтому плаваю я все лето практически. Ну, и все, как только заканчивается там, теплая погода, и вода остывает, я прекращаю плавать. Рукоход, ну, да. На самом деле, на самом деле, этот рукоход висит там, он держит трубы, на которых висят мешки, чтобы они сильно не расшатывались. Это обычный рукоход, у нас детки, у нас детки ходят по нему, то есть после тренировки там ребята лазят по нему. Ну, обычный, просто обычный рукоход, и все, то есть ничего особенного никто там не делает на нем. В рваном, я в рваном вообще не бегаю, у меня, если я там выбираю там темп, мне нужно там... Если стоит задача, там, определенное количество километров пробежать за, там, максимально быстро, то я это делаю. У меня нету, я не делаю рваных, отрезков нету, я так не бегаю. То есть у меня есть, я готовлюсь там, допустим, пробежать 20 километров. Вот я до этой двадцатки, я там готовлюсь, я набегаю километраж. И все, и потом просто пытаюсь это 20 километров максимально быстро пробежать. То же самое и с марафоном 42 километра. Да я делаю в том, что я его и не спрашивал особо. Он как бы там сам к тренерам подошел, потом после этого вроде как извинился, сказал, что что-то он погорячился там. Ко мне он не подходил, не извинялся. Мы после этого увиделись аж в 2009 году в Милане, когда он уже боксировал в 50... Я боксировал в 57, а он боксировал в 60. И все, мы так увиделись, далеко махнули друг другу рукой. И все, не более. И потом говорить мы с ним начали уже, наверное, когда увиделись... Уже в Баку мы увиделись на Чмяти Мира в 2011 году. Вот тогда мы уже пересеклись там, ну так пару слов перекинули и все. Я понял, совсем недавно видел его, ну, у нас я там вообще, в Москве видел его у нас ядово. И на том, я вовнула в бой, когда ты выиграл в первую руку. Например, он выходил с улыбочкой и стрял в 12 дней, вообще-то... Я сам могу с Украины тоже сказать. И на том, я вовнула в этом. Он говорит, вот, хотелось бы еще раз попасть в этом. Я думаю, у тебя по работе и делать сейчас там есть. Ну, как бы, тем не менее, это простоя, он, конечно, это не особо. Так, ну, в общем, с одной стороны, так мы выключили, так, что тебе взяли. А, спасибо. Ну, что он у нас взялся, ну, а мы говорим, какой-то... Если, то ли мы вам нужны, жималка, значит. Конечно, конечно. Хороший бойок, но нет. Если бы у вас была возможность, я бы, как бы, еще много вопросов, хорошо спасибо за вопросы до свидания следующий вопрос продолжим вот антона случались ли у вас неожиданные или дискомфортной ситуации на дебютном профи бою имеется ввиду жесткость перчаток посетить на сервере если да то какие таких не случалось потому что я выходил в принципе я понимал куда я выхожу я понимал что буду делать и я в принципе был готов ко всему я понимал что могут и головой ударить и открытой перчаткой и по спине и ниже пояса поэтому я в принципе был ко всему готов и второй вопрос от антона солито довольно грязный боксер плане правил учитываете ли вы этот фактор подготовки к бою с ним спасибо за ответы ну конечно учит это же профессиональный спорт и в положительном результате результате играет любая мелочь на все мы обращаем внимание конечно спасибо большое за ответ следующий вопрос от фигуры петровича садыба добрый день василий спасибо за вашу работу на ринге вы с усиком очень яркие талантливые ребята какой у вас коронный удар или комбинации ну не знаю как я считаю мне кажется что у меня коронный удар по печени я всегда любил по печени я всегда делаю это при малейшей возможности по поводу комбинации я не знаю но любимая та которая получается это которая проходит да конечно спасибо за ответ следующий читатель спрашивает василий вы фотографировались с несколькими известными чемпионами к примеру с рэм джонсом хочу с ним говорили взяли ли автополь как он вообще тебе понравился жутко интересно меня все об этом спрашивают я уже не знаю раз 50 отвечал на этот вопрос но отвечу еще раз когда я только его увидел я зашел получается в комнату они сидели там за круглым столом он видел меня я вернее наверно я его увидел и думаю не буду слушаем вас говорили так оборвалась связь мы продолжим это звонится еще раз человек да так вот я зашел и обратил внимание что он в принципе увидел меня и заулыбался то есть я так понял что он мне как бы узнал и я тоже в ответ заулыбался рукой помахал ему ну все этом подошел к столу сел он так чуть левее как вот я как сейчас сижу он так левее от меня сидел передо мной я думаю блин это же кумир моего детства был пойти сфотографироваться попросил менеджера своего мы с ним подошли я попросил сфоткаться он с удовольствием это сделал и я на английском особо не разговариваю пару слов знаю и так начал своими словами ему объяснять что для меня вообще богом бокса в детстве я все полностью все бои его смотрел учился на его боях все вот эти приколы в боксе потом он делал пытался делать по любителям но так тоже смею улыбался там понимал понимал суть того что я говорю у вас этом обнимал меня в общем такой теплый отзывчивый человек открытый мне понравилось просто какие-то пожелания совет это нет ну как но чек меня видит первый раз в жизни там я знаком 20-30 секунд так следующий вопрос от светланы василия спасибо за красивые бои вы тренируетесь зале где тренируется мани как я как вам психологическом плане работать там и чем отличается американская система тренировок от нашей а той которую вам дает анатолий николаевич так ну тренируюсь я в зале наверное не менее пока я тренирую в зале фредди ровч там иногда тренируется там иногда когда приезжает на подготовку в америку он тренируется в этом зале помимо него там занимается еще мигель кота руслан проводников ну и вот я удостоверился такой чести тоже потренироваться в этом зале но не пересекался не скоттонис пока я после тренировки руслана проводникова была у меня тренировкой то есть мы с ним пересекались иногда это поводу зала поводу отличие тренировок не знаю потому что я не видел американских тренировок я не сидел не смотрел да мне наверное особо и не интересно это потому что я знаю что то что я делаю мне приносит свои плоды поэтому наверное пока я буду делать то что у нас в команде расписано и сделано но вообще по нагрузкам сложнее сейчас или раньше всегда были сложные нагрузки я всегда придерживался того что чем больше ты делаешь на тренировках тем больше чем больше ты умираешь на тренировке тем легче тебе на соревнованиях поэтому да поэтому как бы я ко всем соревнованиям как каждому бою подходил максимально на предель поэтому сейчас нет разницы там китайских приходов да абсолютно спасибо соответствующий вопрос тоже в тему приветствую василия спрашивает станислав какой временный интервал между поединками вы считаете для себя подходящим в профиле временно это я так понимаю период месяц в месяц сложный вопрос потому что я провел всего лишь один год по хардпу профессионалу я не знаю я думаю что это через вам годик два я смог бы ответить на этот вопрос а у нас звоночек говорите алло да да говорите слушаем вас алло здравствуйте это вас за собой в России Василий здравствуй я наверное преклоняюсь желать меня к экспанснерам спасибо одно захвату успехом я всегда буду вас болеть вот потому что спорт а а поэтому хотя бы с точки зрения спортсменов да я хотела поговорить вам спортивного характера я здесь задавайте задавайте а 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 ну смотря брать какой период если брать там период юниоры юноши я работал брусья турники канат отжимания там разные физические нагрузки с собственным весом тела что касается дальше уже взрослого бокса там у меня уже пошла физическая нагрузка с железом а 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 последние дни нет ну смотрите я я вот последний свой спарринг я проводил за по-моему за 10 дней или за 8 дней вот что такое последний свой спарринг все после этого уже дальше была такая чисто подводящая работа я больше накапливал силы настраивался ходил там ну встряхивался каждый день соответственно там чуть пробежал где-то где-то по лапам побил там то есть такое чисто держал тонус своего тела а а все я понял спасибо вам огромное да не за что а спасибо большое за вопрос продолжаем задавать вопросы читателей заданные на сайте саша обращается к вам вас тренирует папа и хотелось бы узнать побольше о нём как он выступал раньше как у него сложилась бакбак стойсорская судьба и чего он достиг на этом публике кстати хороший вопрос надо будет ему сам задать этот вопрос если честно даже не интересовался этим да я знал что он занимался боксом в студенческие годы выступал на разных соревнованиях но я если честно даже никогда не вникал там что он выигрывал не знаю почему-то мне даже и не интересовало это я почему то думал что он всегда там пока еще это там ребенком был что он там самый сильный в мире поэтому я не стал себе задавать этот вопрос а сейчас наверное Я думаю, уже будучи тем, кем я есть, можно, наверное, задать папе этот вопрос. Пойду-ка спрошу. И спросить, что интересно выиграл. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Вова. Василий, вы мой пример для подражания по жизни, и с вами так тяжело связаться. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше тренировать выносливость при тренировках. У меня с этим проблемы. Спасибо, удачи вам. Ну, спасибо. Основное, то, что делаю я, это прыжки на скакалке. Если ты боксируешь 3 раунда по 3 минуты, прыгай на скакалке 3 по 3 с двойным прокрутом, с минутой перерыва. То есть у тебя тот, который идет, количество раундов, какое есть, я говорю, и про юноши, и про взрослых, и про юниоров, у каждого разная формула боя, у кого-то там 4 по 2, я не знаю, там сейчас, как поменяли эти правила. То есть те раунды, которые вы боксируете на соревнованиях, то же самое делаете на тренировке со скакалкой. Ну, так, по крайней мере, делаю я, не знаю, мне это помогает. Двойной прокрут я прыгаю. Вот сейчас у меня было, допустим, 10 раундов по 3 минуты. Пока я еще не вышел на тот уровень, что 10 по 3, но 10 по 2 я отпрыгал перед боем. Чувствовал себя пока великолепно. Спасибо за ответ. Еще вот тоже вопрос с темой от Владимира из Никополя. Много споров у спортсмена насчет времени пробежек, кроссов. Когда лучше бегать, утром или все-таки вечером, к примеру, в 6-7 утра, хорошо ли это для здоровья? Да это все индивидуально. Я не могу сказать так. Бегайте там все в 6 утра, и там у всех будет ежедак. Это не залог успеха. Я думаю, что это индивидуально, кому как нравится. Конечно, лучше делать так, как не делает твой соперник. То есть, почему много боксеров в 3-4 утра и бегут в утреннюю пробежку. Потому что мало кто встает в 3-4 утра и бежит. Поэтому, я думаю, что нужно делать то, что не делает твой соперник. И чем более сложные условия, тем больше. Конечно, конечно. Ну и оно больше, наверное, тебя закаляет. Тебя парадка, ты будешь спорю. Сейчас опять в вопросе, опять же, с телефону слушаем. Говорите, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Вот, я видел вам, что я не понял, что я не понял, что я не понял, что вы тренируетесь. И там после работы на внушем, вы делали отношения критические канавы на канале. Каждый раз это вы делали, но мне просто так интересно. Я, кстати, давно не делал это упражнение. Я обычно делаю его с... Я обычно это упражнение делаю с гирей. Я гирю цепляю 16 килограмм и лезу на канат максимальное количество раз. Пока чувствую, что дальше я уже не могу перехватывать канат. Ну вот, вот так вот. Сейчас вот к бою профессионала, к дебютному я не делал это упражнение. У меня были другие упражнения, которые я заменил. Спасибо за ответ. Вы еще в эфире? Да, да, да. Еще есть у вас вопросики? Да, конечно. Говорите. А можно ли прекратить терненки вообще за 2 недели до начала планирования? Что, что еще раз? А вот можно прекратить терненки за 2 недели до начала планирования? Не знаю, я никогда так не делал. Может, у кого-то и получится это сделать. Не знаю, я никогда так не делал. А вы как, до полкинего дня тренируетесь, да? Ну, опять же, там должна быть дозировка своя. Нельзя так, допустим, ты боксируешь завтра, а сегодня у тебя полноценная 2-х часовая тренировка. То есть, я же говорю, все нагрузки уходят почти за 10 дней. Все такие мощные нагрузки, они уходят за 10-8 дней. Неделя, там, остается на то, чтобы направить все, что ты тренировал, направить, накопить в себе и вывести на пик свои формы. Понятно, что нужно держать себя в форме, нужно тренироваться, но не, наверное, полноценно, можно так сказать. Нет, господи, Матиль, а можно еще один вопрос? Ну, конечно. А кого ты считаешь лицалом Селимовым, любителем? Своих соперников? Своих соперников? Да. Ну, наверное, скорее всего, Альберта Селимова, наверное, его, скорее всего. Да много хороших боксеров, много сильных боксеров. Я никого не хочу там обидеть, что кто-то слабее, кто-то сильнее. На самом деле, все выходят и никто не хочет уступать. Тот же кубинец Толедо, ну, тоже очень сильный боксер. Нет, а вот когда вы были ютюмором, вы не могли прекратить тренировки за две недели? Ну, вы тренировали? За две недели? Вы уцепили за эти две недели? Вам тренироваться надоело или что? Нет. Да нет, ну, не было у меня такого. И это слишком большой срок прекратить за две недели. То есть у вас пик вашей формы стрельнет, я не знаю, там, на... Вот вы если приходите за две недели, это 14 дней, пик вашей формы стрельнет, там, на 8-10 день. А когда придет время 14-го дня, и когда вам нужно будет боксировать, непонятно куда денется вашей силой. Спасибо вам большое. Да-да-да, вы в эфире. Ещё есть вопросы у вас? Да-да-да, есть. Да, давайте побыстрее, потому что у нас ограничено время. Слушаем. А, извините. Спасибо большое. Спасибо, человек. Геннадий и Пётр задают вопрос по поводу питания. Скажите, что вы едите на ужин перед боем? Какие-то особенные сорта мяса или белковые деликатесы? И вообще, как у вас с питанием в США сложно ли пришелся переход? Потому что другая страна, отсутствие, допустим, привычных продуктов, которые в Украине были? Ну, собственно, вот такие... По поводу питания это отдельная вообще тема. Это, наверное, в моём понимании это очень сложная тема, потому что на самом деле я никогда вообще пока находился в любителях, у меня не было никакого рациона питания. То есть я ел, пил и вообще питался так, как питается обычный человек. То есть я что хотел, то и ел. Что касается профессионального спорта, когда я переехал в Америку, переехал туда, там диетологи появились, появились повара, и они начали объяснять, что всё это должно быть правильно, всё должно быть рационально, это даст тебе дополнительный какой-то прирост твоей силы и прирост вообще прирост тебя как спортсмена. Ну, побыв там три недели, я рационально попитался. Не знаю, я не могу сказать, что я там что-то почувствовал, какие-то изменения. И захотел там быть, да? Нет, в принципе, там и еда была такая же, наверное, какие в Украине, в принципе. Единственное, что если брать национальное блюдо, больше-то там только больше не было. А так всё остальное, там мясо, картошка, макароны, рис, я не знаю, там фрукты, овощи. Да, были, конечно, там супы разные делали, куриные супы, суп-крем делал, повар. В принципе, какого-то резкого приклада организма не было, там всё? Спасибо большое за ответ. Вопрос от Елены. Василий, есть ли у вас знакомые спортсминки-боксёрши? Как вообще относитесь к женскому боксу? Вообще всё, почти все воспринимают всерьёз, может ли у вас другое мнение. Ведь есть красивые бои у женщин. Я не знаю, я вообще категорически против женского бокса. Как бы это ни звучало, и как бы обидно не было девочкам-боксёрам, но я против женского бокса, не знаю. Мне не нравится это, по крайней мере. Я не хотел бы, чтобы моя дочь занималась бы боксом, я вот так вот отвечу. Ну, не женское это дело, да? Ну, опять же, сколько людей, столько мнений. Кто-то думает по-другому, кому-то это нравится. Ну, если вопрос задают мне, то я отвечаю на него так. Вам просто жаль, когда бьют женщин. Мне просто, ну, мне кажется, это неэстетично. Спасибо за ответ. Вопрос от Александры. Василий, а чего вас удивляет ваша маленькая дочь? Как вы её назвали и почему? И, может быть, в честь кого-то? Удивляет там написать? Да, может быть, какие-то. Да пока не удивляет ей пока только три месяца, чем она там... Пока не успела. Удивляет тем, что она спать не даёт супруге и мне. И всё. А назвала я Виктория в честь победы. И как раз началось так, что она родилась в тот момент, когда я подписывал контракт. Соответственно, и назвали Викторию. Спасибо большое. За ответ Дмитрий из Севастополя задаёт вопрос. Во время дебютного боя вас удивил англичанин своей крепостью. Встречались ли вы подобным сильным соперником до этого? Я прослушал, если честно. Ещё раз можно? Ещё раз, конечно, можно. Во время дебютного боя вас удивил англичанин своей крепостью. Англичанин? Во время какого моего дебютного боя? Не знаю. Если дебютного боя в профессионалах, то там я боксировал с мексиканцем, а не с англичанином. Так, значит, возможно, что-то спутал наш читатель. Так, а у нас вопрос по телефону Ирины. Слушаем вас. Да-да, говорите. Алло. Да-да, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. В общем, я не могу, я не буду сейчас, что вы просто делаете. Вот сейчас, пожалуйста, вы. Чуть-чуть помедленнее говорите, чуть-чуть медленнее говорите. Просто плохо слышите. Когда выступает в юношеском, в юношеском возрасте, и, как ты говоришь, прекращаешь нагрузки на три идеи физические после ревнований, на течение соревнования, грубо говоря, через среди недели, через неделю, каждую неделю, то, конечно, вы знаете, ситуации, до самого последнего дня ты снимаешь нагрузки, просто уменьшаешь объем. Ну да, опять же, смотря какие упражнения. Во-первых, у меня есть, как бы, у меня расписан, как бы, и в детстве, и сейчас у меня всегда был расписан план по общей физической подготовке. Допустим, у меня были там определенные числа, цифры, которые я должен был выполнить. Допустим, там, подтягивания, там, столько-то раз отжимания, столько-то раз. Все, я готовился к соревнованиям, у меня была цифра, то есть моя цель, и я шел к ней. Я должен был это сделать, там, за три недели-дву бой, я должен был уже позакрывать все свои вопросы, вот эти вот. Если я их не закрывал, то, ну, там, ну, добавлялось еще, там, ну, пускай-то неделя, там, полторы. Опять же, это что-то, если касалось, там, подтягивания, отжимания, все, что касалось своего веса. Ну, за, практически за две недели, вот, точно за две недели я убирал практически всю нагрузку силовую. Ну, это вроде, ну, это как на моей памяти, по-моему, так. Точнее, наверное, по этим всем цифрам, по этим всем моментам ответил бы отец, потому что я уже говорил, что я, в принципе, делал все то, что мне говорят, поэтому я особо не вникал в это во все. Он бы точнее об этом ответил. Ну, я бы слышал о том, что ты читал, что отец твой, да, он, в вашей, ну, это, вещественной, вещественной, в которой, мне, например, вопрос очень интересен, да, насколько точная тема в том, что нагрузки выполняются физически. В общем, вот такое хотел бы сказать, знаете, вот, вот, это не темно-что-то, что ты выполняешь подписчиков, я, честно, не разобрал, что вы сказали. Последний вопрос повторите. Я хотел спросить на подтягивания, да? Подтягивания? Выполняешься физически только рывком? Да, нет, нет, я делаю рывком, я делаю, это подтягивание, я делаю силовую выносливость, я не делаю только силовую, я делаю с рывком, то есть с махом, темповое, для того, чтобы развивалась силовая выносливость. Ага, все понял, понял, очень интересно. А действительно ли упражнение на затычку дыхания помогает больше второй украины как-нибудь? Честно, честно, я не знаю. Вот смотрите, мы сейчас сделали эксперимент, вот мы перед Олимпиадой там со всеми ребятами, с нашей командой со всей делали это упражнение, все отбоксировали, ну все вроде как у всех хорошее состояние было функциональное, физическое. Сейчас мы проэкспериментировали, и перед дебютным боем профессиональным я вообще не делал задержку дыхания, и я не могу сказать, что у меня было какое-то отличие от состояния в любительском боксе и сейчас. То есть, ну я не знаю. Единственное, что, наверное, больше оно дает... А сейчас попросили, не было отличия, да? Да, различия не было, но опять же, это различие не было в функциональном состоянии и состоянии физическом. Это больше, наверное, я вам скажу, знаете, что упражнение на дыхание, наверное, больше развивает твои психологические, наверное, качества какие-то. Он воспитывает, наверное, силу воли и волю твою, потому что там есть, есть там лимит, там 4 минуты, ты должен просидеть в воде 4 минуты, и эта цель у тебя есть. То есть, ты тренируешь себя, там, развиваешь свои легкие, развиваешь свое дыхание и задерживаешь время на 3.30, да? Дальше идет 30 секунд, тебе надо добавить до 4. Там это называется предел. И дальше, когда ты работаешь на пределе, там и включаются, наверное, твои какие-то волевые качества. Вот оно, наверное, тебя и закаляет, и воспитывает. Наверное, это упражнение больше для этого все-таки. Я уже после этого эксперимента могу, наверное, так сказать. Я не знаю, может быть, отец как-то думает по-другому. Я, кстати, даже, опять же, мы не разговаривали еще на эту тему с ним. Нет, нет, после снарядов. После снарядов у меня... Я как бы так и работаю. У меня идут снаряды, снаряды, потом подкачка идет. На следующий день у меня работа в парах. Но, опять же, после работы в парах есть такие упражнения у меня там специальные, которые я все-таки развиваю физически. Что-что? Разве ты что? Мышцы в криключе на руке. Я, кстати, видел, кстати, этот вопрос в ВКонтакте, там обсуждался. По поводу вот этой мышцы? Да нет, ну это просто так получилось. Ну, посмотрите, обычные руки. То есть нету никаких там, никаких... Ничего тут... Как это назвать? Дефекта никакого в мышцах нет. Она не накачана больше, чем у всех. Ну, она... Это обычная мышца. Я не знаю, как она развивается вообще. То есть я не делал акцент на эту мышцу. Просто так получилось. Вы знаете, чудо техники и чудо фотограф, когда там с какой-то точки тебя снимут, и тебе кажется, что там у тебя там что-то больше другого. Правильно? Там, опять же, там я видел фотографию, когда в Казахстане мы по ВСБ боксировали, кто-то сфотографировал с какого-то ракурса, и у меня так, получается, моё колено сфотографировало, там типа как такая шишка оказалась. А это на самом деле была мышца просто. И там кто-то написал, смотрите, у него травма там с коленом. Вот почему-то он не будет боксировать. И пошло-поехало, там все начали это обсасывать. Да, на самом деле просто это с такого ракурса сфотографировали. То же самое и с рукой с этой. Просто с такого ракурса сфотографировали. Где-то мышцы поймали, поймали как раз эту мышцу, когда она там сотрясалась как-то там. Ну вот так вот. Ну а есть тут какое-то особенное упражнение сейчас, вот именно развитие мышц предплечья, там, пациентного рака? Мышц предплечья, не знаю, для чего в боксе, для чего в боксе эта мышца, я не знаю, для чего она нужна, эта мышца. Ну единственное, что это, наверное, вот я сейчас делаю, чтобы, наверное, кулак держать крепко, так, я считаю, что больше нужны мышцы, наверное, нам бицепсы, трицепсы и там плечевые мышцы какие-то. Полно, понял. Вначале отрезки плавные плавные? Что-что? Отрезки плавные плавные, 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 плавные? Да, да. Оно работает, по-моему, сколько могу, сколько могу, сколько могу, или это нормально? Ну, опять же, есть цель, есть сразу же ставится задача, там, допустим, проплыть 50 метров под водой. Ну, и все, и погнал. То есть, сегодня ты сделал 20 метров, завтра стоит там, завтра надо сделать 21, ну, и так дойти до 50. Если сразу сделал 50, красавец, поставит тебе, значит, другую задачу 100 метров проплыть. Ну, это я образно говорю. Ну, либо, да, ну, это я образно говорю. Да, я нахожу. И, вот, плавные, в общем, если, например, посвящаешься в Европу плаву, оно, ну, сколько, 100 метров, может, по электронной цели? Сколько, а что, еще раз? Плавные, если посвящаешься в Европу круглыми, то есть, какой километр, что плаваешь? То есть, какая-то цель. Да, ну, опять же, конечно, есть цель, допустим, вот перед Олимпийскими играми мы плыли 10 километров в бассейне, то есть, ну, опять же, для того, чтобы проплыть 10 километров в бассейне, нужно там намотать соответственное количество километража, для того, чтобы там организм привык к такой нагрузке. Ну, все, ну, как правило, наверное, эта тренировка идет около часа там. А, может, читать, а какой вы педали в бисе куле, вот, сколько у меня? Что-что? Да, сколько дней до начала Олимпиады будет 10 километров? О, я не помню, не скажу уже. Сейчас не помню. Ну, явно, явно за месяц, наверное, два, скорее всего. Может быть, за полтора. Ну, это я не помню, если честно. Понял. Хорошо, Василий, спасибо вам большое. Да не за что. Спасибо за вопрос. И на лень была, спасибо вам. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Нормально, доброе. До свидания. Да, мы уже почти справились, у нас осталось три вопроса. Ирина из Запорожья спрашивает, занимаетесь ли вы, ходите ли вы параллельно с тренировкой в тренажерный зал? Или, в принципе, это... Дома нет. Как бы дома готовлюсь, не хожу. Когда в Америке готовился, был в тренажерном зале, но, кстати, на снарядах этих я не работал на тренажерах. То есть, там, на беговой дорожке, да, работал там, а... Ну, и просто получилось так, что я приехал до боя за три недели, когда выбирается полностью вся физическая нагрузка, и поэтому мне не нужны были те снаряды, которые там находились. Поэтому... И еще дополнительный вопросик по питанию. И используете ли вы какие-либо добавки, именно в препаратах питания? Или нет, фактически? Когда вот мы готовились к Олимпийским играм, то мы там на энтузиазме, наверное, готовились. Там у нас были самые обычные, там, супрогеный, карнитин, там, креодженик, там, креатин, то есть вот такие добавки. Когда я приехал, я думал, что вот, я сейчас поеду в Америку, там, и вот мне дадут какое-то спортивное питание такое, которое сделает меня еще сильнее, еще быстрее. Ну, приехал туда, начал задавать эти вопросы, и они говорят, нет, нету ничего. Я говорю, ну, как, ну, вот такое, такое, какое-то что-то, чтобы развивало какое-то качество, там, скорость или функционально как-то там прибавило. Да нет, нету, ну, вот, есть там, то-то, то есть мне там дали банку, я там, там все вместе в ней, там. Получается, аминокислоты, там, все вместе. Да, полностью все. Я там этот коктейль мешал, и после тренировки выпивал его. И дали еще один, там, энергетический напиток какой-то. Вот, я часто там пью перед тренировкой, и в течение тренировки. Ну, и вот, в принципе, вот все, что известно. Ну, а все остальное, это, наверное, там, запрещенное, поэтому они, скорее всего, и не говорят об этом. И, может быть, они что-то и знают, и, может быть, что-то и есть, но я пока еще и не дошел до этого, да и вроде как пока мне не нужно это, я не собираюсь пока это принимать. Наверное, не пока я заговорил, хотя бы, я не собираюсь запрещать. Да, запрещенные препараты, по крайней мере, я не собираюсь принимать. Спасибо большое за ответ. Вопрос от Ирины из города Днепропетровска, не касательно повседения. Василий, какой самый страшный сон вы видели? Так сказать, самый страшный для боксера? Или, возможно, самый запоминающийся? Не помню. Я не... Вещих слов не было перед там, то есть, когда я проведил, я проведил? Нет. Нет, не было. Ну, хорошо. Так, и последний вопрос на сегодня, вопрос от Катерины Владимировны. Перед боем США во время вашего выхода на ринг звучал трек, в котором вашу фамилию на английском произнесли. А где можно скачать эту песню? Произнесли? Вроде как не было. Я специально для... Когда я ехал в Америку, специально поубирали полностью все слова, там практически... Там звучала только один минус, одна музыка. Я не знаю, как я там услышала. Где-то услышал. Можно ли где-то скачать эту песню? И кто автор? Где угодно. Автор и Ян Шипула, он PR-менеджер нашего сайта ломаченко.ком и ВКонтакте группы Ломаченко. У него точно есть на стене. Да и вроде... И у нас в группе там есть эта песня. Да, ну вообще, я думаю, не проблема эту песню скачать, просто в гугле забить. Без проблем, да? И еще вопросик. Расскажите, пожалуйста, про ваших друзей и рэперов и какие музыкальные группы? Грузей и рэперов? Ну, у меня нет друзей и рэперов. Ну, так не расскажете. Хорошо, какую музыку вы слушаете? Ну как, ну, просто для меня слово друг это слишком, слишком такое... Хорошо, ребята, с которыми общаетесь? Ребята, и, конечно, есть знакомые, есть знакомые, которые рэперы. С которыми я знаком. Мне называть их имена, фамилии... Вы можете назвать, если есть. Ну, знакомые я вот знаю MCT. Кого я еще знаю из рэперов? Я сейчас не скажу даже, если честно. Надо сидеть, напрягаться. С кем я знаком из рэперов? Давайте тогда упростим вопрос. Просто какую музыку вы слушаете? Что вы звучите наушниках? И любимая группа? Так, группа точно не скажу, потому что я не могу сказать, что я там какой-то определенный, да, что-то слушаю. Наверное, меломан, мне больше нравится техно, электро, хаос, там, хип-хоп. Наверное, все боксеры, скорее всего, слушают практически одну и ту же музыку, наверное, скорее всего, так. Спасибо большое, Василий. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Василий Дубаченко, чемпион по версии, там, ЛПО, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира среди любителей. Василий, спасибо за время, спасибо, что пришли в время поговорить с нашими читателями. Приходите к нам и желаю вам всяческих успехов и побед. Спасибо. Посмотреть Украину. Пока всем.